Друзья, всем привет! С вами доктор Зайцев, мы продолжаем рубрику 101 совет, как похудеть. И сегодня мы говорим, как правильно нужно начинать утро. Это действительно основополагающий момент. Вскользь я в предыдущих роликах об этом уже говорил, но давайте еще проговорим один раз конкретно и подробно. Можно сбить утро суетой, каким-то темпом, позабыть про все важное, и тогда уже все пойдет не так, как положено. Шаг номер один. Проснуться. Желательно проснуться в хорошем настроении. Чтобы проснуться в хорошем настроении, нужно ложиться спать в хорошем настроении. И продумывать, каким завтрашний день будет, что интересного, событийного завтра с вами может произойти. И что с вами может завтра хорошего случиться. Проснулись. Сходили утром в туалет. Ушла лишняя жидкость из вас. И тут же встали на весы. Это очень важно. Вы понимаете, в каком весе вы находитесь сегодня. Это как курс доллара или евро, который, безусловно, меняется. Но и вес ваш тоже меняться будет в течение дня. Но стартовая точка – это точка утренняя. Поэтому до принятия пищи, до еды, до питья, сходив в туалет, находясь еще в ночной рубашке, вы взвешиваетесь. Вес известен. Следующий шаг – вы идете на кухню. Выпиваете, если вы взрослый человек, не подросток, два стакана. Причем стаканы больших, даже вот не таких, 200-250 мл, а стаканы по 400-450 мл. Это прямо достаточно большая кружка, такая а-ля пивная, да, керамическая кружка воды, кипяченой, теплой воды. Перед этим можете выпить две ложки масла. Идеально льняное масло. Также можно использовать рапсовое, сафлоровое масло. Растительное масло – не вариант, подсолнечное масло – не вариант. Оливковое масло – не вариант. Нужны масла индифферентные, мягкие. Поэтому льняное масло – это масло номер один. Маленький глоток воды, потом две столовые ложки льняного масла. И потом выпиваете раз кружку воды, два кружку воды. Можете выпить третью кружку, это идеально. Готовитесь к завтраку, выкладывайте на стол все те ингредиенты и все те продукты, которые вы съедите на завтрак. Не стесняйтесь, ешьте полно, обильно. А вот та жидкость, которая у вас уже находится, она не даст вам переесть. И она спровоцирует, собственно говоря, физиологические позывы. То есть вы сходите в туалет по-большому и по-маленькому. И вот такой подход утренний оптимален. Друзья мои, прошу прислушаться и взять эту методику на вооружение.